То, чем я занимаюсь, вообще не нужно называть маркетингом. Примерно в среднем в месяц у нас порядка 60-70 тысяч гостей. В минуту в пике может быть 1400 заказов. Как не грохнуть ресторан и бизнес, у которого и так очень низкая маржинальность. Что про еду вы не говорите, про продукт вы не говорите. Качество продукта — это база. Это актив, с которым можно работать. С таким поведением в ресторане Burger King нельзя находиться. Мы заколабили золотым яблоком, и кажется, ну, господи, что здесь непонятно. Привет, это подкаст MarkDeer. Здесь мы вместе с вами узнаем, как устроен маркетинг в разных индустриях. В этом выпуске мы обсудили особенности маркетинга сетевых ресторанов и локальных концепций, специфику бизнеса и будущей индустрии. Приятного просмотра. Ира, привет. Привет. Ир, мы сегодня будем, конечно, говорить в первую очередь о маркетинге, о том, как у вас маркетинг устроен. Но можешь немножечко, наверное, в начале рассказать о себе, про свой какой-то бэкграунд. Что было до Левченко Групп? Вообще кто ты, откуда? Какой у тебя был опыт? Может, в каких других категориях еще? Как будто бы ничего и не было до Левченко Групп. У меня образование не техническое, журналистики, да. И, по идее, я должна была заниматься, вот, ну, пойти в политический пиар. Не случилось, случилась любовь с ресторанами и вела какие-то проекты. Раньше было очень популярно иметь пиар-менеджера. И вообще я изначально начинала даже у ЛБ, у братьев Левченко, как пиар-менеджер. И пришла в компанию, когда были одни герои, у нас был такой бар героя. По сути, мы вместе построили компанию. Я пришла к ребятам, у нас было всего, не знаю, у нас 4 человека, плюс 2 брата-владельца, Михаил Денис Левченко и бармены в героях. Теперь у нас больше 400 сотрудников в компании. Класс. А можешь чуть детальнее рассказать про то, какая группа компании Левченко сейчас? Из чего она состоит? Какие масштабы? Сколько концепций? Сколько точек? Какие объемы, чеков? Ну, вот что-нибудь поделиться, чтобы наши слушатели могли как-то, знаешь, с собой сопоставить. Сейчас в холдинге три бренда основных. То есть это японский бестрот Джипан. Их у нас сейчас 5 штук. Рамен бары, 4. И 2 корейских бестрот Кук. Сейчас на старте 2 концепции. Одна итальянская, другая китайская. Плюс мы активно масштабируем наши уже существующие бренды. Мы планируем дойти до 10 Джипанов. Ну, примерно столько же будет раменов. Они единственное, что будут модифицироваться немножко в концепции. By Japan, by ramen. Планируем большой ramen land. То есть, да, довольно большой проект, потому что это не характерно для нас. Мы обычно, как раз наша специализация, это маленькие такие смарт-проекты, городские кафе, бестро. Примерно в среднем в месяц у нас порядка 60-70 тысяч гостей. Когда-то начинал работу в программе «Малина». Дальше долгое время, больше 10 лет работал в банковской отрасли, в подразделении «Кросселл». Это коммуникация с клиентскими базами, в программе «Лояльности». Потом вот три года назад перешел в «Бургер Кинг». Совершенно новая для меня тема. Ну и сейчас отвечаю за диджитал-продажи. То есть, у меня там три направления. Это все цифровые каналы продаж, которые занимают больше 90% выручки. С «РМ» с «Лояльностью» и развитие доставки. Ну «Бургер Кинг» — это 840 ресторанов по всей стране. На рынке занимает третье место среди игроков. Вот. Ну, один из самых крупных игроков. В день у нас происходит 700 тысяч транзакций. Вот. Соответственно, ну для того, чтобы понять масштаб там в минуту, в пике, может быть, 1400 заказов. Вот. В компании там порядка 20 тысяч сотрудников. И на текущий момент, как я сказал, там более 90% продаж у нас уже осуществляется через цифровые каналы. Это как бы тоже особенность, которая произошла там буквально за последние пару лет. Цифровые каналы — это, получается, мобильное приложение, стойки и сайт? Ну, под цифровыми каналами мы называем все, что не связано с сотрудником. То есть это киоски самообслуживания. Это, типа, как большой iPad внутри ресторана. Вот. Дальше мобильное приложение, сайт, наши партнеры, агрегаторы. Вот. Все вот эти каналы. Это, собственно, 90% продаж. Знаешь, мне не очень нравится представляться через профессиональную идентификацию, но я обязательно об этом расскажу. Наверное, стоит сказать о том, что я очень творческий человек, и, наверное, это вообще относится ко всему. Что по профессиональному бэкграунду. Сейчас я вообще не в позиции маркетолога или директора по маркетингу, потому что эта история отжила. И, на самом деле, я, когда называлась директором по маркетингу в брендах, в которых принимала участие, никогда им не являлась. Потому что я никогда не занималась аналитикой и всем вот этим очень важным, очень нужным. Я этого не отрицаю. Я всегда занималась эмоциями, эмпатией и представляла, будто бы бренд — это человек. Мне очень нравилось представлять, какая, может быть, психика у этого человека, что он носит, какую музыку слушает, что должны чувствовать люди при соприкосновении с этим человеком и так далее. Сейчас я совладелец бренда «Лим». Это, не знаю, это мечта моих последних десяти лет, потому что, мне кажется, в ресторанную сферу приходят люди, которые могут там задержаться, если только они прям дико это любят и кайфуют от того, что постоянно что-то там отваливается, отламывается, каждый день новые вызовы и так далее и тому подобное. И вот это случилось. У меня есть прекрасное кафе «Лим», которое совместило любовь к простой, понятной гастрономии и любовь к шоссейному велоспорту. Хотя я не велоспортсмен, но я очень люблю велосипед и восторжена, достаточно на нём катаюсь. Что ещё? Я партнёр новоиспечённого ресторанного холдинга «Солфул». В него сейчас входят такие бренды, как «Чиха». «Чиха» уже 16. В Москве достаточно большая, классная. Ну и, кстати, эмоциональная сеть. Об этом можно поговорить, потому что часто на масштабировании бренда, да, вот какая-то душа теряется. «Чиха» 16 в Москве, плюс у нас 5 параллельных строек франшиз. Вот. И что ещё? Охотка входит в этот холдинг. Охотки пока две концепции, они разные. «Лим» мы тоже срастили туда. У меня есть маркетинговая студия «Лё Камун», тоже будет внутри холдинга. Ну и, собственно, я была с 19-го года маркдиром Зотмана, бренда «Зотман Пицца». Сейчас у меня немножечко другая позиция, я не знаю, как называется даже эта должность, но, условно, я держатель визуального кода. У меня никогда не стоял выбор в том, куда я пойду, в какое направление. Я всегда хотела что-то вокруг ресторанного бизнеса, несмотря на то, что родители пытались меня полностью всю жизнь, наверное, отговорить. Где-то, когда как раз я начала поступать в универ, тогда я попробовала переметнуться, я пошла в IT-индустрию, я училась на программиста. Ну и то, да, у меня был такой момент, полтора года обучения, и меня тогда драйвила идея, что я хочу для ресторанного бизнеса создать какой-то новый софт. Что-то там была какая-то у меня великая идея, большая идея, и вот она меня будоражила. По этой причине я, собственно, и пыталась, наверное, стать программистом. Но потом поняла, что мне это наскучило, и, соответственно, перевелась дальше уже в финансы. Но при этом всё, я где-то с 15 лет начала работать в ресторанном бизнесе. То есть с самых низов, как раз-таки учиться, вот это вот всё, и набираться какого-то собственного опыта. То есть понять, где я могла бы там пристроиться. Всё же я никак не могла уйти из ресторанки. А то есть какие направления, в каких форматах ты, опять же, до цифры работала? Я поработала и линейным персоналом. То есть была там помощником баристы, помощником менеджера. Ну, помощником, потому что у меня ещё не было 18. Соответственно, потом была также SMM-менеджером. То есть пробовала себя в маркетинге. Причём пробовала себя в таком очень интересном SMM. В том плане, что это были два интересных направления, две интересные концепции. Первый — это вискарный клуб закрытый. Соответственно, алкоголь нельзя промотировать, нельзя рекламировать. Ребёнок выбрал себе классное занятие, где развиваться. А второе — это какая-то кальянная была. Я тоже на пригласили помочь что-то выстроить по маркетингу, потому что уже тогда начала очень хорошо в нём разбираться. Соответственно, с этого всего и как-то всё началось. А потом я устроилась, ну, точнее, попала в агентство. Это уже тот момент, когда я перешла на агентскую сторону. И, соответственно, там мы занимались консалтингом по маркетингу, помогали открывать, точнее, разрабатывать концепции для новых ресторанов. Разрабатывали какой-то стратегический маркетинг, то есть систему маркетинга, как её выстроить именно для ресторанов. Неважно, какого масштаба будет, это маленький одиночный ресторан, либо это будет сетка, либо это федеральное что-то. Соответственно, мы вот с ними работали. Был опыт работы, я возвращалась в инхаус, поработала локальным маркетологом в сети, то есть отвечала за локации, которые находятся в городе Москва. Потом уже случилась цифра. Мы, соответственно, с моим партнёром приняли решение о том, что нам надоело быть в инхаус. Хотим вновь вернуться в консалтинг, заниматься разными проектами. И по этой причине начали потихоньку развивать какое-то своё направление. А за что конкретно сейчас ты отвечаешь в цифре? Я отвечаю за всю проектную деятельность, то есть все проекты, которые у нас есть, ну, можно назвать это клиентский сервис. То есть он полностью находится подо мной, плюс также финансовый блок, административная часть, ну, вот весь бэк, то есть обеспечение, так сказать, жизнедеятельности агентства. Слушай, мы сегодня говорим про маркетинг, именно пытаемся найти какие-то особенности интересные, закономерности маркетинга именно в ресторанной индустрии, а ты работаешь именно в этой категории. Но при этом ты являешься потребителем, как мы все, там, и в других категориях, там, и E-ком, и ритейл, там, может быть, от тех какой-то, что угодно ещё. Как, на твой взгляд, в целом, отличается маркетинг в ресторанной индустрии от, там, не знаю, остальных категорий? Мы больше про коммуникацию. Мы больше про коммуникацию, про комьюнити вокруг наших брендов, больше про эмоциональный интеллект и эмпатию друг к другу. Мы этот, имеешь в виду, мы... Рестораны. Вообще все. Рестораны-бизнес, да. А в чём выражается? Больше про эмоции, потому что всё-таки сейчас ресторан — это уже давно не про еду, а про впечатления, про дополнительную ценность, которую получают гости, придя к нам. Поэтому даже в футтех всё равно про цифры. А оффлайн, именно наш бизнес, он больше про эмоции, про коммуникацию, и это отражается в том числе в оргструктуре моего даже отдела. Первая особенность, когда я только попал в Бургер Кинг — большинство заказов без авторизации. То есть когда я приходил, там меньше 10% заказов было в рамках программы «Лояльность», соответственно, ты не знаешь гостя вообще. То есть есть какие-то транзакции, кто эти люди, как с ними коммуницировать, у тебя нет возможности. Вот. Это первая особенность. Второй момент — это как привлекает компания новых гостей. у нас идёт момент такой, что мы создаём, постоянно создаём новинки в еде. Дальше идёт коммуникация через там различные каналы, там ТВ, интернет и так далее, цифровые площадки. Ну и мы рассказываем про вот конкретную новую новинку. То есть это может быть тот же, ну как бы это может быть бургер, просто он там более вкусный или там с какими-то особенностями, вот. Но эта новинка, она такая, знаете, как сказать, она может жить буквально ограниченное время. Не, это не является, он в моменте является крючком, но далеко не большая часть клиентской базы вообще пробует её бизнес. Бюджетами. Бюджетами, хорошо. Конечно, бюджетами. Рестораны есть разных уровней, понятно. Есть, допустим, есть большие рестораны, есть крупные, наверное, даже не рестораны, назовём это так, фудсети, у которых есть выстроенная достаточно, ну хорошо, классно, стабильно, маркетинговая система, да, есть большая стратегия, есть бюджеты, есть маркетинговый календарь, а есть много маленьких брендов, такой как, ну такие как Мой Лим, и даже Чиха, несмотря на его масштаб, до сих пор таким отчасти остаётся, бренды, в которых нет системы, или эта система саботируется, причём специально саботируется, то есть это может быть принцип или ценность бренда, вот это бунтарство, чтобы не превращать это в бюрократизированную историю, потому что, или в большую историю, историю с большим и долгим планированием, да, потому что, например, есть бренды, которые могут себе позволить большие сетевые делать запуск продукта на протяжении 7 месяцев и в R&D разработку, да, тестировать вкусы, а есть бренды, для которых постоянные обновления, вот это сердцебиение, пульс бренда является источником привлечения гостей. На что это влияет? Вот окей, бюджетов меньше, каким из-за этого становится маркетинг? И в чем его вот как раз вот этого реализован уже маркетинга, отличие от, опять же, каких-нибудь больших сетей или бизнеса? В чувствовании. Маркетинг становится более эмоциональным, более чувствующим. Ну, то есть, если говорить о брендах, которые там, знаете, большие бренды, которые, условно, нельзя пощупать, они стандартизированы. Макдональдс. Да. Это большой бренд? Конечно, да. Макдональдс — это большой бренд, и там четко выверены стандарты. Стандарты относительно всего, да. Там Макдональдс прекрасно упакован, и ты знаешь, что в любой стране мира ты съешь один и тот же узнаваемый Биг Мак, получишь вот этот предсказуемый вкус. Главная история Макдональдса, зачем идут люди в Макдональдс, не потому, что они хотят там наггетсы поесть и макнуть их в молочный коктейль в 2 часа ночи, это предсказуемость. Это вот такое первое место. Не знаешь, куда идти, идешь в Макдональдс. У нас так не работает. Ну, в целом, маркетинг становится сейчас более эмоциональным и мультисенсорным. Для того, чтобы нам в концепциях, с которыми я работаю, удержать гостя или, так сказать, помочь ему прийти к нам во второй раз, нам приходится, не приходится, я не могу так сказать, я с удовольствием его применяю, это мультисенсорный подход. То есть мы очень сильно заморачиваемся на том, что человек на таксильности, что он может потрогать, на визуале, на обонятельной функции, потому что понятно, что то, что мы чувствуем, сразу вызывает у нас какие-то там детские ассоциации, какой аромат мы слышим. И, в общем, и вот это вот всё. И мы используем маркетинг пяти чувств, потому что, ну, во-первых, ничего другое нам и не близко, во многом и недоступно. Мне это делать, мне лично ещё это делать неинтересно. Ну и понятно, что есть ограниченность какая-то. И слепота человека, вот эта вот цифровая амнезия, что ли, когда человек не обращает внимания на пуши, на какие-то там баннеры и все каналы и механизмы коммуникации, которые в маркетинге привычно использовать. Давай пробуем ввести какую-то терминологию для наших слушателей и зрителей и разделить. Вот я слышу это эмоциональный маркетинг либо мультисенсорный маркетинг и условно такой академический маркетинг. Можно, наверное, вот сейчас вывести терминологию, вывести два таких понятия. Согласны с ними? Академически это вот то, что ты говоришь, привычное для всех, это там пуши, там что-то ещё, какую-то рекламу и так далее. А вот вторую часть маркетинга, про которую вот как раз ты больше... Слушай, я очень много думаю об этом, о том, как это называть. И я прихожу к мысли о том, что то, чем я занимаюсь, вообще не нужно называть маркетингом. Это что-то другое, да? Потому что, ну, условно, мы же знаем, что академически маркетинг должен влиять на продажи. И я, ну, точно знаю, что всё то, что я делаю в проектах, оно влияет на продажи, но я не могу это оцифровать. Можно тогда это назвать, может быть, бренд-стратегией? Или это не то? Нет, это тоже не то. Давай как-нибудь назовём хотя бы для сегодняшнего эфира. Мультисенсорный подход? Можем это так назвать? Давай, как хочешь. Вот мультисенсорный подход, который не про маркетинг, но вот я всё равно, ябка в своей голове, это как-то как-то связываю. Мне пока тяжело по-другому понять. А связано ли это с концепцией, которая разрабатывается в ресторанах? У нас работает так. Сначала мы пишем концепцию, подбираем все вот эти вот штуки, с помощью которых мы будем эмоционально показывать людям, зачем они к нам пришли. Это первоначально. Первоначально мы рисуем вот эту вот картинку того, какой наш бренд-человек, что он чувствует, какие бренды носит, куда ходит, что у него в голове, о чём рефлексирует, почему не спит по ночам, как это всё выглядит, почему нам нужны какие-то там детальки, да, или мэппинг, проекции, какие-то световых на паруса в охотке. И только потом уже идёт какая-то совершенно понятная бренд-стратегия, включающая в себя коммуникационный инструмент. Только потом механик. Сначала вот этот вот весь код нарративный, визуально-коммуникационный, сначала большая идея, сначала форма, потом прорабатывается содержание. Ну, то есть вначале вы понимаете, ну, то есть это похоже ли это на то, то, что вы вначале исследуете свою аудиторию, ну, потенциальную? Вообще нет. Откуда изначально тогда рождается концепция? Ты говоришь, вначале там идея, а вот откуда она? Сначала рождается идея. Идея рождается из контекста. Например, ты ходишь в современный театр и считываешь повестку. О чём это? Про телесность, про феминность, может, про какие-то, ну, понятно, про что болит у общества. Эта повестка видна везде. Театр, сериалы, выставки, да, там, глобализация, мультикультурность. Смотришь это, считываешь, ищешь из этого форму. Окей, вот у тебя форма получается. Сейчас объясню, раскрою. Идея какая-то пришла, например, там, давай, например, Релим. Вот я люблю кататься на велосипеде и мечтаю сделать кафе. И многие мне говорят, ну, это же ты отбитое. Что такое? А я смотрю, что у нас есть с пандемией появилась такая история, повестка. Первое, эскапизм. Мы начали из-за того, что нам некуда бежать, мы не можем убежать в короткие дофаминовые путешествия, и Рим нам за 3000 рублей больше не доступен. Мы начали делать вот этот эскейп, бегство куда-нибудь в ближнее пространство. Условно, то есть моя личная история. Я каталась тогда на лонборде в пандемию, и нужно было выходить, можно было выходить, но условно и 100 метров из дома, и на лонборде тебя реально мог догнать просто любой человек, который хочет там проверить тебя паспорт, спросить, где живет и так далее. И вот эта тревожность и желание свободы, и нехватка воздуха породили желание кататься на велосипеде. И я знаю потом, потом уже включается анализ, я понимаю, что именно тогда началось зарождение вот этого вело-комьюнити, которое мы видим сейчас, и которое растет. Потом есть второй момент, стейкейшн. Это условно тренд сейчас большой, который можно посмотреть на развитие бутик-отелей. Раньше, ты помнишь, были только сетевые гиганты, большие отели, стандартные завтраки и вот это вот все. А сейчас очень много открывается бутикового, интересного, где каждый номер похож на арт-объект, сделан в коллаборации с разными художниками. Это от чего? Это потому, что мы не имеем возможности сейчас путешествовать, и для нас угол обзора на родной город чуть-чуть поменять, это уже путешествие. Да, и вот эта вот поездка на велосипеде по набережным, это взгляд на город под другим углом. И сначала появляется вот эта вот форма, идея, ты понимаешь, что людям это нужно, что это важно, ты видишь повестку, ты видишь тренд какой-то социальный, а потом ты это упаковываешь в ресторан. Хорошо, я работаю с едой уже 12, что ли, лет, да, и в общем, я работаю с едой, я знаю, как это делать, я знаю операционные процессы, мне это понятно, и на еду основной продукт, который будет как раз и приносить деньги, да, прибыль, и вот это все, и я беру и делаю что-то интересное, коммуникационную настройку, велоспорт, я знаю, что это востребовано, я знаю, что это популярно, я знаю, как собрать комьюнити, мне это интересно делать, и потом беру еще и к этому всему, привинчивая, например, шоурум в отдельном здании, как натягиваю на одну бизнес-модельку, вторую бизнес-модельку, получается вот такой гибрид, интересный, мультикультурный. Вот давай по шагам еще раз пройдемся, вернемся сначала, то есть вначале мы считываем повестку, считываем, ну типа, что происходит, вокруг этого у тебя рождается какая-то концепция. Да, я говорю, как это у меня происходит, то есть это ни в коем случае, ни какой-то совет, ни какой-то алгоритм, просто я верю в то, что когда ты ищешь повестку или ищешь какой-то тренд социальный, не микростилевой, как, знаешь, там бантики навешать себе на каждую прядь, какой-то большой социальный, достаточно долгоиграющий тренд, то, во-первых, ты можешь это запаковать в интересную для людей форму драйвящую, да, в какой-то парадокс, вот, а во-вторых, это будет тебя драйвить как создателя, как предпринимателя, как маркетолог, как человек в любой профессии. Когда мы говорим про, например, тот же продуктовый ритейл, то есть это некая необходимость, когда мы говорим про одежду, это тоже некая необходимость человеку, ему хочется как-то выделяться, одеваться, поэтому он идёт, выбирает там понятный нам маркетинг. Когда мы говорим про рестораны, кофейни, это всё, скажем так, места, которые хотят стать нашим третьим местом между домом и работой, то есть то, куда ты будешь приходить. И, соответственно, в первую очередь будет подкупать непосредственно атмосфера этого заведения, атмосфера, сервиса, закрытие каких-то твоих потребностей, причём потребности тоже могут быть абсолютно разного уровня. Они могут быть как просто забежать перед работой, взять с собой, так, посидеть, расслабиться, либо там, чтобы там ни в коем случае не трогал тебя, пока ты сидишь, там, делаешь заказ, либо посидеть за ноутбуком, поработать. Ну, то есть понимаем, что мотивы потребления, мотивы посещения этих заведений достаточно разные и широкие. А когда мы идём в магазин, ну, как бы мы закрываем какую-то чёткую потребность, причём в основном одну и ту же. В продуктах мы покупаем там, либо себе на каждый день, либо себя побаловать, и здесь уже немножко отличаются мотивы, ну, так сказать, идут вглубь. Когда мы говорим про одежду, тоже мы подбираем там по событиям, по необходимости и так далее, тоже всё понятно. Соответственно, в ресторане чуть-чуть по-другому. Плюс, если развивать историю с некой атмосферой, то, соответственно, вот этот вот момент сервиса, он как раз-таки очень сильно вовлекает людей. И поэтому в ресторанном маркетинге больше не монетарных механик, которые должны привлекать и заставлять тебя вернуться ещё. То есть тебе понравилось, тебе было комфортно там, соответственно, ты хочешь продолжать туда ходить. Ты сейчас больше часть рассказала именно про пользовательский путь, ну, в плане то, что мы идём, нам нужно к ужину, мы хотим купить еды, потому что нам надо поесть, или там, мне нужна новая сезонная одежда, я её иду покупать. Ресторанный бизнес, ты говоришь, это вот как раз третье место, интересная формулировка, это какая-то специализированная там. Мне кажется, это достаточно популярно. Популярно, я просто никогда не слышал, интересно. А как, если на высоком уровне отличается маркетинг-то? Ну, так спрос рождает предложение. То есть, когда тебе нужно сформировать необходимый спрос, чтобы тобой заинтересовались, то есть, это очень много пиара, различного пиара. Поэтому, как бы, в большей степени в ресторанах как раз-таки акцентируют на том, чтобы заниматься пиар-маркетингом, ну, как бы, а не классическим системным маркетингом. дальше уже начинает, скажем так, складываться картинка из деталей. У нас есть сервис, кухня, у нас есть различные точки захвата нашего потребителя, нашего клиента, они же точки контакта. Эти точки контакта могут быть расположены на абсолютно разной удаленности от твоего заведения. То есть, мы говорим здесь уже и про оффлайн, и про онлайн. Соответственно, в оффлайне это там то, что внутри для тех, кто уже зашел, и для тех, кто еще не зашел, проходит мимо, причем там, не знаю, даже в километре может проходить, твоя задача захватить этот трафик, пригнать к себе. Вот. И таким образом мы понимаем, что здесь маркетинг начинает охватывать намного больше, скажем так, сторон. Здесь нужно и привлечь просто трафик тем, что грамотно выстроить некое сарафанное радио, и захватить тех, кто просто органически проходит мимо. И далее то, что в онлайне, поработать с ними, соответственно, через различную рекламу, опять же, через определенные публикации в социальных сетях, и не знаю, что еще, CRM-маркетинг. Мы сейчас еще чуть-чуть поговорим про отдел, мне интересно, из чего состоит структура. Прежде хочется вернуться на шаг назад, и по поводу эмоциональной коммуникации. Сказала то, что маркетинг отличается за счет того, что больше эмоций во всех коммуникациях. Какие виды коммуникаций ты имеешь в виду? Вообще любые. То есть это и коммуникация с бренда через инфлюенс. И вот мы, например, не даем никогда брифы. Мы никогда с блогерами не работаем, ну, бывают редкие случаи, на коммерческой основе. Настолько эмоционально выверена продумана коммуникация, что мы можем выйти практически на любого блогера, договориться, влюбить в себя и сделать так, чтобы он выражал свои эмоции, когда к нам приходит. И транслировал их. То есть получается все практически публикации максимально нативные. Если посмотреть цикл, то начинается все с исследования рынка. Вот команда маркетинга изучает, какие есть потребности у гостей. Это может быть, ну, могут быть разные потребности. Сходить с семьей в ресторан или зайти на обед покушать. Просто как бы просто обед. Или позавтракать. Или там провести время с друзьями, заказал доставку. Или еще. Дальше как бы, ну, могут быть разные сегменты. И дальше определяется, какое место там наша компания занимает в той или иной нише. И если мы видим, что в этой нише, ну, под нишей я имею в виду это вот соответственно вот эти потребности гостей. Если мы понимаем, что эта ниша крупная, в ней может, ну, как бы достаточно много условно денег, вот, определяется потенциал. Сколько мы можем в теории там получить в этой нише. Следующий возникает вопрос. А чтобы получить в этой нише, какие нужны инвестиции? Могут быть разные вещи. Может быть, создание продукта. Может быть, там какая-то реклама. Может быть, там какая-то коллаборация там с кем-то. Может быть, гораздо существенная. Это, например, переделка ресторана. Ну, к примеру, мы понимаем, что надо, не знаю, там работать в сегменте семейный. Все, ты должен создать уже определенную атмосферу. Ты должен создать детские комнаты там и так далее. И это существенные инвестиции. И дальше ты взвешиваешь. У нас на одной стороне есть как бы потенциал, сколько ты можешь заработать в этой нише. Во второй, как бы, какие усилия и ресурсы ты должен вложить, чтобы достичь. Ну, и, соответственно, естественно, там выбираются те направления, движения, где у нас есть большой потенциал, но вложения как бы минимальны. Все объять невозможно, поэтому выбирается несколько фокусов считанных. Вот. И все, в это направление уже начинается точечный, как бы, удар. Дальше начинается работа. Создание продукта. Это все очень не быстро. То есть там... Сколько у вас занимает процесс вот такого одного там, не знаю, стрима? Ну, до года может занимать. Там в разных проектах по-разному где-то несколько месяцев, но... Бывают и более длинные, например, когда ты про перестройку говоришь, естественно, ты не за месяц это сделаешь. Дальше идет... То есть мы поняли нишу, определение там продукта. Изучается рынок, что вот в этом направлении делается там. Подбираются продукты, они там тестируются сперва. Потом создается прототип, ну, первая как бы продукция, опять тестируется, там, ну, и следующий этап уже там продвижение. То есть все это проходит, то есть большой цикл исследования, потом создание продукта, проверка, что этот продукт действительно заходит на там в рамках тестирования, а дальше уже полноценный запуск. И все это вот команда организует. Ну, то есть я вначале спросил про цель, и ты прям уже про процесс рассказал, это классно. Ну, цель, опять же, ты говоришь, вы оцениваете, так как вы в аналитике оцениваете вашу представленность в этой нише потребности, как ты сказал, то есть опять же, это не только привлечение, но это может быть и там опять же, ну, и расширение даже текущей аудитории. То есть это не всегда новое, это в том числе и новое, и текущее. А есть какие-то точки контакта еще именно в Чихо, такие вот, которые преследуют вашего целевого пусть клиента, или не только, кстати, не из ядра клиента, гостя, а на пути взаимодействия с брендом? Точки контакта, это же про разное, это не только про бытовое, да, это вот про весь мультисенсорный путь. Наверное, самое банальное, но очень важное концептообразующая точка контакта Чихо, это то, что в Чихо готовят этнические китайцы, и реально у нас на каждой точке, есть китаец, который держатель, носитель вкуса, вот, и умами, да, вот это умами вкус, который вызывает такой наркотический эффект, привыкание, вкус Чихо, это качество продукта, это всегда главная точка контакта. Я об этом мало говорю, потому что для меня, для меня это уже естественно, да, и я сторонник того, что когда там вы делаете, проектируете ресторан или какой-то фуд-проект, что про еду вы не говорите, про продукт вы не говорите, качество продукта — это база. Всё. Но, да, если вот так вот прям приземлять, то самое понятное — это присутствие этнических китайцев и пусть адаптированного, но того самого вкуса на точку. Ты видишь детальки, например, наклейки, где написано, что антисептик даже самые грязные мечты очищает, ты видишь сразу проявленный голос, вот этот тон войс, с которым говорит Чихо, ты видишь неоновые вывески, которые тебе говорят, что-то в каком-то диджитальном чайна-тауне, да, ты видишь какие-то яркие парадоксальные штуки, которые чуть-чуть твоё восприятие не то чтобы ломают, но показывают тебе, что ты вот в каком-то не суперобычном месте. Ну и вообще ты прав, сказав про то, что это работает во всех направлениях, то есть мы это называем, знаешь, как менять норму повседневности или редактировать норму повседневности. У меня даже есть несколько презентаций, где мы это всё прописываем, то есть условно у нас есть Чихо, и вот он такой внутри, и мы там с помощью точек контакта, которые внутри, вот то есть давай пойдём вот так, вот есть мультисенсорика, органы чувств, да, и, например, ты берёшь и расписываешь всё органы чувств. Вкус — это у тебя у мамы вкус в еде. Визуальные коммуникации — это у тебя вот эти арт-котята, необычные афиши на стенах, неоновые вывески, запах, ну ты понимаешь, да, там запах вока, что-то такое азиатское, запах Азии. Тактильность — это все эти детальки, что ты можешь потрогать. Подушки, например, гладкие, а сами стулья шершавые. В Чихо — это чилрейф, который многие годы не шазамился. А сейчас мы столкнулись с проблемой, что как бы алгоритмы, да, стрим-гилл, платформ, так построили, что шазамин практически любую музыку. Ну и вообще есть потрясающий Роб Дессл, который говорит, что чувства далеко не пять, не шесть, да, их прям сильно гораздо больше. Но я тут не буду в это пускаться. Ну и вот есть у нас мультисенсорика. Ты берёшь и думаешь, мультисенсорика внутренне, в локации, простраиваешь, точки контакта в зависимости от каждого из органов чувств, на которые ты влияешь. Чем больше ты возьмёшь того, на что ты будешь повлиять, тем вот это ощущение будет глубже, да, бессознательное ощущение гостя. И есть внешнее. Внешнее — это изменение нормы повседневности. То есть у тебя есть продукт, продукт, у тебя есть продукт, с помощью которого ты должен встроиться куда угодно. Вот есть бренд «Чиха», и он встраивается внутри своих локаций едой, да, там, например, в вкусовое восприятие гостя. Есть «Чиха», котик, которого ты можешь купить, принести себе домой, и так он встраивается в твой быт, потому что ты его постоянно видишь, да. Есть «Чиха», который запускается в Яндекс.Лавке, и там ты видишь «Чиха». Короче, тебе нужно сделать так, чтобы «Чиха» встроился везде. Ты выпускаешь мер, чтобы человек это носил, да, и делаешь в очень классном, чтобы он действительно хотел это приобрести и носить, чтобы встроиться тоже в его там, в его повседневность. Вот, наверное, стратегия, стратегия наших брендов встраиваются в повседневность. Чуть на уровень выше хочется вернуться и поговорить про отличия, опять же, представления маркетинга в там ресторанке и где-то еще. Ты сказала то, что про третье место важно, чтобы люди, там, им было комфортно и каждому нужен разный комфорт. Отражается ли это на тех же программах лояльности? Ты говоришь, много немонетарных историй. Вот можешь тут детальнее рассказать, потому что, ну, там, часто классическая такая программа лояльности, типа, вот тебе 10% кэшбэка на любую покупку, ну, там, где-то повышено, где-то понижено, где-то нет, после распродажи, и ты можешь тратить, там, условно, 50% на следующий заказ, плюс там рефералка, плюс там, я не знаю, там какой-нибудь welcome бонус. Вот, это классическая программа лояльности. И есть дальше какие-то там дополнительные механики, которые там возвращают клиента. Вот в базовой своей, в программе лояльности, в публичной, которая там пишется на флайерах или там на баннерах, в рекламе, на сайте и так далее, в ресторанном бизнесе все так же, либо как-то по-другому? Чуть-чуть по-другому. Все начинается, как ты правильно подметил, с базовых условий, там, например, 10-50, либо 5-50, когда мы решаем задачу, что нам нужно цифровать нашу аудиторию. Тогда мы, ну, не имея никаких исторических данных, мы не можем посчитать финмодель программ лояльности, ну, точнее, можем, она просто будет гипотезой. Соответственно, да, нам проще запустить какую-то базу, начать выдавать какие-то карты, чтобы накопить исторические данные, уже на основе них как раз-таки построить прогноз, какая программа лояльности нам будет нужна. И вот, когда мы переходим к этапу построения программы лояльности, мы, соответственно, начинаем задумываться о том, какая аудитория к нам ходит. Потому что есть аудитория, которая будет ходить к тебе каждый день, и выдавать им 5-10% каждый день уже становится чуть-чуть сложнее, потому что это будет сказываться на экономике. те, кто ходит реже, да, они могут ходить, ну, там, не знаю, раз в неделю, раз в месяц и получать свои 5-10% кэшбэка, и не так страшно, что они потратят 50, им для того, чтобы накопить на эти 50, нужно, ну, наверное, раз 5 ходить. Соответственно, мы понимаем, в какой экономике нам можно существовать. И если мы понимаем, что частота, например, у нашего бренда, который к нам заходит, условно кофейня, достаточно высокая, то здесь мы начинаем задаваться вопросом, как не грохнуть ресторан и бизнес, у которого и так очень низкая маржинальность. То есть рентабельность ресторанного бизнеса достаточно низкая для того, чтобы тратиться на все эти маркетинговые акции, маркетинговые механики. Им вот поэтому и проще отказаться, ничего не заводить и что-то как-то считать. А отличается ли от концепции бай-концепции ресторана, влияет ли это и насколько это сильно, то есть насколько вариативность может быть программа лояльности, но опять же, в зависимости от этого. Опять же, в других индустриях, условно, e-com, ритейл и так далее, там чаще, ну то есть они похожи и отличаются условно только процентом или категорией товара. Ну там те же самые баллы, те же самые, не знаю, скидки, промо-коды и поздравления с днем рождения. Вот. В ресторанном бизнесе есть какие-то тут отличия? Да, есть. Они начинаются с того, что программа лояльности является продолжением бренда, то есть должен быть тот же тон оф ойс, те же ценности, те же эмоции. Условно, если у тебя, не знаю, концепция про какой-то, про какие-то дружеские посиделки и внезапно в там, в любой коммуникации мы начинаем выкать, либо у нас дешевый средний чек и мы начинаем показывать гостям, сколько им нужно потратить денег у нас для того, чтобы куда-то дальше перейти, то вот здесь начинают возникать диссонансы. Соответственно, когда мы разрабатываем концепцию, мы отталкиваемся от аудитории. Нам важно понять, какая аудитория посещает данную концепцию, что она хочет получить, какую эмоцию она закрывает. Можешь сказать примеры, да, потому что вот пока я слышу примеры, это про, окей, там, если это там низкий ценовой сегмент, да, там не показывать, там высокие цены, ну, кажется, в условном и коми так же. Если высокий ценовой сегмент, там, ну, там немножко по-другому. Вот. А что-то еще, может быть, есть? Я сначала про тему эмоций хотела сказать, и дальше, если переходить к условиям программ лояльности, они тоже будут отличаться на основе частоты. Ну, то есть, если мы понимаем, что это какая-то высокая частота, именно, ну, как бы концепция с высокой частотой посещения, то для них классические условия по тратам, ну, по расходам, по общей сумме покупок, здесь можно как угодно назвать, будет не совсем подходящим, потому что, ну, во-первых, мы либо должны людям сразу же огласить, сколько денег они должны у нас оставить, чтобы получить следующую привилегию, и тогда они начинают ощущать, сколько они реально тратят. Ну, блин, вот как зайти у себя в приложение в банке и посмотреть, что на такси, там, не знаю, в месяц тратишь 50 тысяч, на рестораны 60 тысяч, ну, как бы начинает казаться, что что-то не то, надо экономить. Здесь тот же принцип, всё работает на психологии, соответственно, от людей нужно как-то скрывать эту информацию, если они ходят достаточно часто, и поэтому начинают появляться какие-то альтернативные условия по переходам в рамках программы лояльности. Например, это может быть на основе количества покупок, то есть, там, не знаю, кофейни, кофейни очень удобно работать с количеством покупок, потому что чем гость чаще ходит, тем больше у него покупок, тем больше у него как раз-таки может быть привилегия. А то получится несправедливо. У нас, например, какой-то гость один раз пришел, купил сразу 10 чашек кофе, например, на компанию перед офисом с утра. Может быть, гость, который, ну вот он действительно в течение месяца каждые три дня ходит, он собирает свои 10 несчастных покупок, и он является амбассадором этого бренда, а не залетной аудиторией. И поэтому, чтобы сохранить лояльность именно амбассадором, мы, соответственно, под него должны подстроиться. Также есть третья механика, которую потихоньку тестируем. Она была, скажем так, взята из, как бы, не сферы, а со стороны авиакомпании. То есть, мы посмотрели на пример авиакомпании, что они делают, вот эту историю с милями. Она была достаточно интересная. Мы подумали о том, как бы ее интерпретировать, можно ли ее применить, в принципе, к ресторанному бизнесу. И она также частично пересекается с продуктовым ритейлом. то есть, мы можем увидеть ее тоже в магазинах. Поэтому начали пробовать, начали смотреть, и она тоже потихоньку приживается. Это история, когда тебе нужно накопить определенное количество баллов для того, чтобы перейти. То есть, можно тратить эти баллы, но вот эта сумма тебе определенная. Соответственно, здесь скрывается сумма расходов, которую тратит человек на посещение ресторанов. И таким образом, скажем так, у ресторанной группы есть возможность по этой механике работать. Нет переживания, что, например, есть пекарня с каким-то дешевым низким чеком в 500 рублей, и есть дорогой ресторан в этой ресторанной группе со средним чеком, там, не знаю, ближе к 5000. Каждый доконит в свое время, каждый получит свою лояльность. А как, если не отказываться от привычной программы лояльности, карты волят, вот эта вся история, как можно туда внести? Там же, ну, условно, это же не рассылка, где ты креатив заносишь, а это программа лояльности. Мне примеры интересны. Ну, ты можешь, например, не давать скидку, или там 1 плюс 1, 3 плюс 2, 700 процентов скидка, когда у тебя идет повышение грейда пользователя, да? Ты можешь давать ему, понятно, абсолютно честный кэшбэк, и когда у него повышается грейд, какой-то классный подарок персонализированный. Не знаю, там, лангслив, где будет на внутренней бирке что-то вышито, какая-то там фраза качественная для человека персонализация. Хорошо, и, соответственно, если мы, например, какой-то бренд называется, не знаю, там, 100 горошин, и у тебя программа лояльности, ты собираешь не баллы, а горошины. Это можно сказать то, что вот как раз ты в программу лояльности доносишь какой-то креатив с ядром бренда? Если вы просто собираете горошины, то нет, а если это какая-нибудь крутая геймификация, где человек реально собирает горошины, или там, я не знаю, ищет принцессу, который спит на этой горошине, то он, наверное, да. То есть ты вокруг, опять же, какой-то вроде привычной механики, типа, собирая баллы, ты ее встраиваешь в какой-то, опять же, вот в, у меня все в голове бренд-стратегия, в мультисенсорный вот маркетинг, и делаешь это, по сути, еще одно, там, еще одной точкой контакта в данном случае. Слушай, я не могу сказать, что программа лояльности или геймификация внутри программы лояльности, это мультисенсорный маркетинг, нет, но у тебя же есть какой-то образ бренда, понятно, у тебя есть концептуальное ядро бренда, и все, абсолютно все, от вида кнопки до, там, не знаю, построения геймификации должно быть подчинено этому образу. Вот, а какие еще коммуникации, которые у вас есть, или точки, ну, там, контакта с гостями, которые более эмоциональны, чем там притаили, или где-то еще, на твой взгляд? Продуктовый маркетинг. Маркетинг разработки продукта, спешла, и любого выделяющего из, ну, какой-то, каких-то рутинных поводов посещения проектов наших, способа. Я могу привести пример, что я подразумеваю под продукцией. У нас, например, есть рамен бары, японские, которые, специализации которых, больше, они в нише около анимешной. Соответственно, каждый продукт, каждый коллаб, и каждого партнера, которого мы приглашаем, он, в любом случае, как-то мачится с этой аниматематикой. И здесь еще дополнительный драйвер, контекст. Недавно у нас был спешл по Атаке Титанов. Это еще совпало, опять же, про контекст с выходом последней финальной части Атаке Титанов, поэтому весь все фандомы звенели, гудели. И мы как раз в этот момент были очень кстати со своим спешл. Блюда практически как из аниме, якорные, опять же, десерты в виде Титана. Это было очень интересно, это расфорсилось по всему интернету. Нас узнали очень много новых гостей. Вот, по сути, вот это эмоциональный буст нашей коммуникации и с целевой аудиторией, и просто с гостями, и выход на новую целевую аудиторию, как пример. Есть ли такое, как ты думаешь, то, что сейчас в крупнейших компаниях, ну там, в фуд-индустрии, меньше как раз вкладываются уже в какой-то общий бренд, чем там, и больше вкладываются, ну, фокус делают на каких-то более короткосрочных там рекламных компаниях. Ну, на мой взгляд, да. То есть, у меня в голове реклама там Макдональдса, когда они там... Семейные ценности. Все семейные ценности, то есть, никакого продукта, просто то, что ты можешь провести, ну, не знаю, с детства мне в голове как-то отложилось, что реклама, проведи там время в Макдональдсе со своей семьей. Вот. Много вещей вкладывалось там в детское продвижение. То есть, ну, удивительно, но дети, когда видят Макдональдс, они там, типа, блин, хотим Макдональдс, картошку как бы. Вот. Есть такой момент, раньше это было прям активно. Сейчас я ну, не вижу прям такого существенного. Ну, произошло какое-то изменение. Ну, естественно, у нас событий много. А через что тогда какая-то краткосрочная такая эмоциональная связь? Через что вы это строите? Несколько вещей. Это, наверное, постоянно вот эта реклама, запуск новинок. Вот. Это знание присутствия в определенных местах ключевых. Это можно тоже отдельно рассказать. И какие-то локальный маркетинг, когда ты рассказываешь как бы в конкретной области. Ну, и какие-то есть ситуативные. То есть, вот у нас команда маркетинга прям супер быстро и круто реагирует на какие-то изменения, которые происходят на рынке. А можешь привести примеры? Вот, актер не очень тактично повелся в заведении в одном кафе. Моментально команда маркетинга подхватила и написала позже, что как бы с таким поведением в ресторане Бургер Кинг нельзя находиться. вот. Поэтому, ну, вот такие моменты, но это сразу распространилось там в Телеграме, на разных каналах, вот. Поэтому вот такие моменты в точку, как бы, когда это нужно и, и главное, быстро, они очень классно отрабатывают. Ну, тут важно, да, чтобы маркетинг был гибкий и, ну, свободный с точки зрения какого-то там Tone of Voice и там у него была возможность. Вот про Tone of Voice, кстати, тоже как бы бывают очень провокационные вещи, особенно раньше, там, в прошлых периодах Бургер Кинг. Я помню про ваш острый бургер. Да, 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 обострись. Вот. Поэтому они тоже очень хорошо отрабатывали, когда условно на грани фола идет коммуникация, причем на широкую аудиторию и она начинает вирусить, то есть все начинают обсуждать, а вот Бургер Кинг там, смотрите, что сказал. Вот. И это очень круто работает, тут как бы, но есть нюанс во всем этом. Нюанс заключается в том, что ты в этом случае можешь потерять определенную аудиторию. конкретно с провокационными вещами. Ты с одной стороны хорошо попадаешь в молодежь, но есть нюанс с семейными, например, или там более взрослой аудиторией. Да, с более взрослой аудиторией. А если говорить вообще про аудиторию Бургер Кинга, большая часть аудитории это какой возраст? До 35 лет. Ну, то есть в целом ваш такой вот этот более... Да, то есть это основной кор. То есть получается маркетинг, который на грани фола в целом как раз попадает в эту аудиторию. У нас уже нет, у нас сейчас на текущий момент нет никакого такого маркетинга на грани фола. Сейчас мы как раз позиционируем, что мы не только для молодежи. То есть по сути это как продуктовый запуск был, как ты говорил, в какой-то момент вы это отработали и сейчас работаете в другую сторону, другую аудиторию. Хорошо. А давай вот эту историю про спешл, ну и про продуктовый маркетинг как раз раскроем еще. Это заранее было спланировано, то есть у вас там изначально стратегия именно этой концепции про продуктовый маркетинг и вот ты говоришь аудиторию там связанная с аниме или нет? Я со старта. Мы открыли рамен бар, он у нас был только один, как ну как традиционный рамен бар с упором на барную составляющую и как наш кивиа это раманы. После пандемии, когда бахнула пандемия, нам стало чуть-чуть посложнее выходить из нее, то есть с депаном мы практически вышли без каких-либо потерь, причем даже на доставке у нас не было потерь, мы на доставку с депаном работали по сути как наш обычный оффлайн будний день, потому что сила бренда была очень высока, мы открывали с депаном, мы вошли практически во все премии, мы очень сильно были любимы всеми журналистами, соответственно, очень много материала, очень много фидбэка получали практически от всех, сразу стали популярными, поэтому Джипан вышел без потерь, Рамен после пандемии ему было всего полгодика с большими потерями, потому что не было еще корр-аудитории, которая как раз сразу бы вернулась. И что вы сделали? Вот, что мы сделали? В тот момент, не буду раскрывать сети, называть их, мы конкурировали с двумя сетями, были даже ни на втором, ни на третьем, ни на пятом месте, поэтому мы выбрали путь более узкого позиционирования. Пришли к выводу, что как мы можем немножко отстроиться, в какую нишу, и пришли к выводу, наблюдая за аудиторией, глубины интервью, кстати, всем советую, это очень важная история, мы сейчас по одному бренду каждую неделю по 10 интервью глубинных проводим, получаем огромный массив данных, базируем на этой информации практически очень много наших процессов. Вот, и в тот момент мы общались с аудиторией, мы заметили достаточно небольшое количество косплееров в наших барах и решили, а почему бы нам не отстроиться, не занять нишу, которая была вообще совершенно свободна, аниме. Другие проекты, опять же, не буду называть, они игрались с этой нишей, но игрались более поверхностно, то есть, например, повесить баннер аниме или сделать какой-то стрит-арт, это не, ну, это поверхностно. А мы решили пойти глубже, мы начали делать очень достаточно виральные акции среди косплееров, приходишь к косплееру, получаешь рамен в подарок, или уже начинают делать спешлы из серии Наруто Рамен. Оказывается, эта аудитория очень уважает Наруто, и все прекрасно знают, что такое Наруто Рамен, то есть, там была такая раменная, в которой он постоянно ел этот рамен. Мы сделали, и всё, и с этого момента понеслась. Естественно, мы сразу спарсили нужную нам целевую аудиторию через нужные нам каналы, то есть, это фандомные каналы, это косплееры, в чём важность и интерес был наш, выходя на эту аудиторию. У них очень сплочённая комьюнити, а это всегда круто, потому что, когда в таком сплочённом обществе, общности кто-то рекомендует, все остальные сразу доверяют. Правильно я понимаю то, что сделая фокус на аниме комьюнити, вы, по сути, ну, то есть, вы изначально проанализировали то, что это большая какая-то аудитория, в которой не занята, скажем так, в которую вам достаточно легко войти, потому что у вас концепция изначально совпадает и подходит для этого, и это получается стратегия вообще всего заведения условно на долгий срок, или это стратегия на год, на два? На долгий. Уже на долгий, да. Мы планируем... То есть, дальше вы уже просто делаете спешл в этой же тематике, насколько я знаю, Так Титанов это недавний выпуск, то есть, это недавно выходило, и условно, вы будете просто следить за этими трендами в аниме-сообществе и что-то делать, подогревая, выпуская новые спешл, новое меню, укрепляя связь с этим сообществом, правильно? Все верно, у нас сейчас идет магическая битва, спешл по магической битве, и вот следующий на старте One Piece. Но это не значит, что мы только будем вращаться около аниме. Это, конечно, бездонная тема, потому что аниме мы знаем сколько, но все равно какие-то кросс... кросс-сферы, мы также будем к ним обращаться, например, игры. То есть, сейчас мы как раз... Достольные игры ты имеешь в виду? Нет, компьютерные игры, потому что сейчас очень многие игры рисуются по аниме, кросс-аудитория, очень много зумеров играют в эти игры, и мы тоже делали один спешл по Геншин, например, Инпакт год назад, и это тоже пользовалось очень большим спросом, мы собрали очереди, потому что это в контексте, это популярно, очень большой процент загрузки по всему миру, вот, поэтому к играм мы тоже будем обращаться. Давай попробуем с другой стороны раскрыть тему, именно в чем отличается маркетинг. Может быть, можешь как-то собирательно ответить, вот есть 100% бюджета маркетингового пирога именно в ресторан и бизнесе. На какие части, на какие направления большую часть, ну, какую часть на какие направления выделяется? У всех по-разному, ну, то есть, как я начинала говорить, раньше, скажем так, больше кусок пирога маркетингового бюджета уходило именно на пиар. Сейчас, например, мы видим немножечко другой тренд, больше уходит в диджитал рекламу, соответственно, условно тот же самый пиар, мы просто заменяем на диджитал, который измерим, потому что пиар в ресторан и бизнесе очень сложно измерить. Вот, все остальное там уже начинает драбиться. Что-то отделяют на программу лояльности в лучшем случае, что-то отделяют на какие-то маркетинговые компании, маркетинговые активности, что-то могут выделить на просто какие-то обновления, рефреши, коллаборации и так далее. Ну, то есть, какого-то общего паттерна нет, но правильно я тебя услышал так, то, что раньше, и, ну, понятно, и до сих пор это сохраняется, большая часть бюджета маркетингового, это, по сути, был, ну, там, скажем, офлайн пиар, пиар, какие-то коллаборации, что-то вот именно такое, там, может быть, дизайн. Все направлено на литген. Ну, то есть, нам нужно сгенерировать какой-то трафик, для этого о себе говорить много. Все, что связано на литген, окей. То есть, раньше это было только какие-то офлайн коллаборации, сейчас это больше, может быть, именно, опять же, диджитал сюда подключается. Но при этом я слышу так то, что ситуация меняется, и все больше, там, постепенно какое-то количество ресторанов начинают выделять больше ресурсов, больше, опять же, маркетинговых денег на удержание на работу уже, там, с текущей клиентской базы. То есть, это уже не на привлечение, это про удержание и развитие. Ну, здесь можно 50 на 50 сказать. То есть, был вот этот прекрасный момент, который, не знаю, нас, наверное, очень сильно порадовал, что ресторанный бизнес наконец-то просвещается на тему серомаркетинга. Когда случился ковид, когда все оказались по домам, нужно было работать с доставкой, и внезапно все рестораторы такие, ой, а у нас есть базы, или ой, у нас нет базы, как мы будем общаться с нашими гостями, как мы что-то расскажем и тому подобное. И вот, это было приблизительно, получается, с 20 по, наверное, в середину 23 года, ориентировочно, по моим ощущениям, когда действительно формировался спрос на работу с текущей клиентской базой, когда приходило вот это осознание о том, что это актив, с которым можно работать. Но сейчас как-то на этот актив опять начинают чуть меньше смотреть, и фокус снова смещается в сторону привлечения трафика. Всем хочется привлекать больше и больше трафика, и, соответственно, здесь уже делится между оффлайн-пиаром и диджитал-рекламой. Может быть, удержание CRM не работает, поэтому не дает результатов, и компании продолжают вкладывать деньги, возвращаются в то, что выкладывают привлечения. Ну, ресторанному бизнесу в целом сложно понимать, что такое CRM. Как бы там мы с партнером не рассказывали, не выступали на всех площадках с темой CRM-маркетинга, очень сложно ресторанному бизнесу вообще воспринимать эту тему. Ну, в целом непонятно, что такое управлять клиентами на повторной продаже, хотя вот так выражаешься и кажется, ну, господи, что здесь непонятно. И стоит учитывать, что чистого CRM-маркетинга, ну, вот как такового, как мы его знаем, условно там, как ваши многие клиенты его разворачивают, его сложно развернуть в ресторанном бизнесе. А как еще вы поддерживаете интерес своей сети? У нас каждый special это целая компания, на которой работают все подразделения маркетинга, работают последовательными шагами, последовательными действиями. Это все у нас зашито в roadmap, очень продуманный, самое важное, последовательный. И практически каждое подразделение делает овер того, что можно сделать на продвижение, поэтому такой буст каждого special. у нас по сути две наши сильные стороны. Это запустить продукт, который длится как раз недель пять, это очень достаточно много, да, то есть мы на вот этих пяти неделях, потом еще три недели отдыхаем, когда продуктовая команда вступает и делает следующий продукт, и набираем силы, и прогреваем следующий наш special. и вот по этому roadmap мы работаем практически постоянно. Что в этом roadmap зашито? Подразделения готовятся к, например, influence marketing готовятся к закупам, мы тоже закупаем рекламу, то есть знаешь, у больших, если мы, например, обращаемся к фандомам, у них есть такие большие телеграм-каналы, которые стоят недорого, которые просто для информационного шума нам нужно закупить рекламу, и чтобы она была просто. Плюс подготовливают блогеров уже к приходу, то есть плюс договариваются о репостах. У нас есть такая одна из, один из процессов в influence marketing, это наших друзяшек, мы их так называем, попросить репостнуть, например, якорный пост с каким-то началом с какого-то спешла, или, например, какой-то рилс виральный, который уже залетел, нужно его немножко забустить и так далее. То есть практически к началу, вот, например, influence подразделение готово к запуску максимально. У нас есть прогрев, у нас есть первый день, и у нас есть еще road map по ведению промо. И, чтобы ты понимал, первый день у нас периодически бывают по 200 интеграций. Представляешь, такое 200 интеграций у блогера первый день запуска. Это большой объем. Это суперкруто. И плюс это хороший всплеск, прям быстро. Это быстро, это прям резко. Дальше блогеры, мы уже работаем с блогерами на приход, они уже начинают приходить с первого дня, уже пробовать и транслировать это в онлайне. Вот как один из инструментов. Какие еще, кроме influence-маркетинга? Мы появляемся на всех площадках, то есть, например, ты запускаешь special, ты обновляешь карты, у тебя, естественно, визуал карты у нас меняется, у нас меняется все на Яндекс.Картах. Параллельно ты готовишь CRM, то есть там тоже последовательные пуши, сколько дней осталось для спешла и так далее. Вконтакте, мы там тоже используем с Эндлер, кто не пользуется, очень рекомендую. Наверное, знаешь, что же твоего рода CRM-ка в Вконтакте. Готовим релиз, журналисты, телеграм-каналы, которые про городское медиа, ну, там это немножко кросс-функции их с прессой, поэтому мы их все-таки к журналистам относим. И так далее. То есть на всех точках контакта гости с нами появляется какая-то информация. Это сайт, я сейчас много чего не назвала. На самом деле у нас достаточно каналов для коммуникации, поэтому практически на каждом шагу гость сталкивается с этой информацией. Вот, пожалуйста. Теперь такой, давай кейс попробуем разобрать. Вот мы нащупали, ну, понятно примерно, как устроен мультисенсорный подход там в ресторанке, в более малой. Мы нашли, связали, ну, нашли бренды, которые, ну, там в других категориях, либо более большие, то, что там это тоже возможно. А давай попробуем для подумать такой кейс. Вот есть какой-то у меня бренд из категории, ну, я не знаю, там, E-комп какой-то. Я что-то продаю, неважно, там разные категории. Как вот начать строить вот этот вот фокус на мультисенсорный подход, чтобы отстраиваться там в том числе от конкурентов за счет как раз эмоций и привязывать своих клиентов к магазину? С чего начать, если бизнес уже есть? Не как ты рассказывал про ресторан, когда его нет, и ты вот изначально просто ловишь там, что происходит в повестке, потом создаешь, а изначально, когда условно какой-то бренд есть? Взять листочек, ручку, написать название бренда, нарисовать человечка, прям, знаешь, прям вот кружочек, овальчик, и проделать вот это упражнение «Какой человек мой бренд?» «Какой человек мой бренд?» Например? Как его зовут? Сколько лет? Где живет? Есть ли собака или кошка? Что он чувствует? Какие бренды, кроме своего бренда, носят? Куда ходит? Почему не спит по ночам? Ага. Прямо достаточно такой, очень подробный портрет. Хорошо. Следующий шаг? Следующий шаг — попробовать найти кучу мутбордов и картинок, которые этот бренд, этого человечка, тебе визуально бы представляли, и погнали дальше упаковывать. Из этих мутбордов рождается бренд «Айдентика». «Айдентика» — это уже очень мощный смысловой язык. И часто на этом можно остановиться, потому что мы воспринимаем мир в основном визуально, да? И это уже такое достаточно сильное смысловое поле, и если ты в этом ещё так начинаешь разбираться, айдентики и какой-то визуальной представленности может быть достаточно. Но ты идёшь глубже, начинаешь думать, как он говорит, да? Из этого рождается язык коммуникации. Начинаешь думать, какой человек должен дружить. Мне просто не нравятся слова «клиент» или «потребитель». Какой человек должен дружить с этим брендом? И тем самым выстраивается у тебя уже потом коммуникационная стратегия. Куда ты идёшь, к каким инфлюенсерам обращаешься и даришь свой продукт, строишь ли комьюнити? Какое? Куда встраиваешься? Куда нет? Делаешь ли мероприятия? Какой твой бренд? Яркий, неяркий, шумный или тихий интроверт-экстраверт? Что принесёт, как ты думаешь, бизнесу, если вот он начнёт это делать? Какой бенефит бизнеса от этого может получить, если он начнёт об этом задумываться и в эти стороны предпринимать какие-то действия? Мне очень нравится говорить, что это какая-то этичная и абсолютно бесплатная программа лояльности, потому что ты тем самым запоминаешься человеку сильно, становишься в его поле брендом, который он может вспомнить. А у нас сейчас мир такой очень нестабильный и мир, когда мы получаем вот телефон, через экран, в котором мы живём, мы получаем тысячи, сотни уведомлений. Не знаю, WhatsApp, Telegram, всё что угодно, там чаты, трекеры задач, и вот это вот всё, и личная рабочая, всё смешалось. И мы не успеваем отслеживать, мы не успеваем жить, а брендов очень много. Брендов разных категорий безумное количество, и как сейчас упростился вход на маркетплейсы, и у тебя просто всё смешивается, ты не запоминаешься. И самое, конечно, простое и понятное, что ты, простраивая точки контакта, и вообще вот этот образ для человека, с которым хочешь дружить, вот, ты помогаешь бренду стать заметным и узнаваемым. А потом это работает так, человек тебя, конечно же, узнаёт и помнит, и начинает, начинается вот эта история про retention, да, когда человек постоянно... Про уже отношения. Да-да-да, про отношения. Получается у вас во всех концепциях, ну, там, понятное дело, есть какие-то ещё вещи, но в том числе там удерживать спрос львиной доли это продуктовый маркетинг, спешл и новые выпуски. Понятно то, что вы не просто там обновили меню и всё, а это там целый процесс. Целый процесс. А есть что-то, кроме этого, что вам помогает удерживать спрос? Да, по сути, больше ничего. Мы сейчас можем, я ещё могу развернуть внутри процесс, который происходит, но я тебе могу сказать, что этого процесса сверхдостаточно, потому что каждый из них, каждое подразделение, внутри заложены определенные механики, самые эффективные механики, для чего мы ведём базу знаний нашу, которая позволит даже любой спешл быстренько в нужные нам дедлайны, забостить и сделать веральным и так далее. Это контент-стратегия. У нас, например, в каждом спешл появляется новая контент-стратегия, у нас иногда полностью меняется даже визуальная лента, появляются, например, определенные форматы видео, которые мы, например, до этого не пользовались. Практически все подразделения в маркетинге работают вот на буст, этого спешла, и потом мы отдыхаем. Ну, как отдыхаем, потом у нас только регулярная работа. А потом опять следующий. А потом следующий, да. Да, ещё хотел сказать, то, что вот в базе знаний вот у меня как раз есть регулярная работа и вот этот change, гипотезы. И очень важно практически каждый месяц, каждый спринт мы берём несколько гипотез у каждого подразделения, они их прорабатывают, и многие из успешных кейсов сейчас, ну, я уверена, что и потом, они будут внедрены в эту регулярную нашу работу. Мы всегда, у нас даже в базе знаний есть база успеха. Она очень большая. По каждому подразделению мы всеми вот этими процессами, механиками успешными пользуемся всегда. Ты сейчас много рассказываешь про цифровые каналы, и в целом у вас большое подразделение цифровых каналов. Как будто бы есть просто такое на рынке мнение, то, что маркетинг ресторанов и бизнеса ну, там, отстаёт условно лет на пять от каких-то там топовых компаний, которые там по цифровизации, там, вот, эволюция цифровую уже пропустили. В первую очередь это, наверное, там, всякие компании типа финтех, эдтех, и вот всё там, что от тех там происходит, ну, и плюс там другие компании, которые рядом. При этом я слушаю тебя, и как будто бы у вас там всё там на высоте. Какое твое мнение относительно вот развития маркетинга в ресторанном бизнесе? Про маркетинг в ресторанном бизнесе, смотри, как бы, наверное, давай сравним, я разделю этот вопрос на две части. Эдтех, там, финтех, футтех, и так далее. То есть, повторюсь, у нас 90% продаж уже в цифровых каналах. Кассиров уже там практически нету в продажах. Они только готовят и они выдают заказ. То есть, с точки зрения цифровизации именно заказа уже, как бы, произошло изменение. Не только у нас, не только в Бургер Кинге, у конкурентов точно так же. Вот. Это произошло за последние, там, два с половиной года. Существенные изменения. Три года назад большинство заказов было ровно наоборот, на кассе. И требовалась огромная армия сотрудников просто, чтобы принять этот заказ. Вот. Это первый момент, наверное, чтобы сопоставлять, там, эттех, футтех и так далее. То есть, это раз. Второй момент, с точки зрения маркетинга, ну, как бы, наверное, я не маркдир, но все равно у нас происходит изменение. Все, все решения у нас происходят на цифрах. То есть, вот, ну, то, что я вижу, команда маркетинга, когда определяет, они пробуют все возможные каналы продвижения, и дальше считается у нас называемый ROI экономика. То есть, сколько денег мы вкладываем в определенный канал продвижения, и что мы на выходе получаем. Важный момент, который произошел в компании, наверное, это то, что, если раньше вся парадигма была на уровне заказа, что имеется в виду? Ну, вся экономика считалась на уровне заказа. Вот, мы вложили там, что-то сделали, какие-то изменения технические или продуктовые. Как изменился заказ в моменте? Средний чек вырос, не вырос, прибыль со среднего чека изменилась, не изменилась. Когда я пришел и начала увеличиваться доля программ лояльности, сейчас у нас уже там 60%, далеко не 100%, но как бы уже с 8 до 60 мы выросли. Мы начали смотреть не на уровне заказа, мы начали смотреть на уровне гостя. Что происходит с тратами гостя? И здесь уже возникли такие слова в компании на уровне генерального директора, на уровне всего топ-менеджмента. Какой у нас LTV? Сколько мы денег зарабатываем с гостя? А вот если мы провели какие-то изменения, в том числе ценовые и так далее, как у нас сказывается на частоту заказов? То есть таких вопросов 3 года назад вообще как бы не было. Сейчас это там один из ключевых моментов и мы уже смотрим в парадигме как мы сравниваемся с конкурентом по частоте заказов и в совокупном тратах. Ну и здесь возникает вопрос а что нам надо уже там сделать и в маркетинге в том числе для того, чтобы прибыль с гостя увеличивать не в моменте там, не знаю, нагнать определенное количество чеков не знаю, там вот с помощью рекламы, а вот что нам надо сделать и тут уже ну у маркетинга уже произошли изменения, то есть в фудтехе, эттехе, вот все, что ты сказал у них уже давно есть там стоимость привлечения там LTV клиента там количество не знаю, там использование сервисов за год и так далее. То есть эти метрики в e-com они везде отслеживаются. Вот в Burger King произошла тоже трансформация мышления, что эти вещи стали точно так же отслеживаться благодаря тому, что мы стали с помощью программы ловеностей понимать сколько мы с гостя зарабатываем и сможем теперь ну как бы определить, что нам надо сделать. Я сейчас слушаю тебя и я подумал то, что у меня вопрос-то был изначально про там есть ли то, что в ресторанном бизнесе цифровизация маркетинга отстает и сейчас я понял то, что ну тут-то нет но вы как будто вы ближе даже не к ресторану а вы ближе к ритейлу. Ну вот смотри я вот не закончил сори да вот там может быть сейчас в маркетинге происходит изменение в том плане что когда они начинают анализировать они смотрят в том числе на частоту заказов по продуктам такого раньше никогда не было что имеется ввиду запускается продукт и дальше начали смотреть а какой продукт приводит к повторным заказам вот мы его можем продать там не знаю единоразово какое-то блюдо но нам надо не гостя не один раз получить условно ты дал скидку не знаю там 50% человек пришел попробовал и все как бы он исчез нам хочется чтобы мы преследовали цель повторных заказов и стали лидером в этой теме и вот это самое как бы сейчас ключевое как бы какие должны быть изменения в маркетинге какие блюда мы рекламируем для того чтобы частота заказов была максимальной вот это как бы наверное основно тоже как бы помимо того что маркетинг традиционно смотрел там какие каналы сколько денег возвратность инвестиций сейчас еще как бы не только инвестиции в моменте а на повторный заказ нам необходимо в ресторанном бизнесе всегда программа лояльности то есть без программы лояльности сериамаркетинг не может существовать потому что нужно какое-то скажем так логическое объяснение зачем мы захватываем какие-то данные персональные зачем мы заставляем наших клиентов гостей в ресторане идентифицировать себя авторизовывать соответственно появляется программа лояльности которая просто несет в себе какую-то идеологическую суть там концепцию ценности эмоциональности и прочее поэтому люди начинают в нее вовлекаться и если говорить со стороны бизнеса почему бизнес например не очень стремится им кажется что программа лояльности это расходы ну потому что раньше у всех были скидки теперь да мы переходим на бонусы которые являются отложенной скидкой но это же тоже скидка и то есть вот здесь происходит разрыв уже информации разрыв восприятия кажется будто скидка дается ну бонусы скидка здесь не важно что мы теряем деньги с текущих клиентов то есть не то что сериал маркетинг помогает привести реактивировать какую-то аудиторию и вот как раз таки за них заработать дополнительно с них что-то получить ну как бы мы там все равно плюс на минус остаемся в плюсе им кажется вот что деньги только тратятся поэтому программа лояльности работа с клиентской базой начинает обесцениваться как бы мы ни приводили не знаю там кучу отчетов с разных сторон разные срезы проводили обучение там даже нашим клиентам для того чтобы объяснить о том что программа лояльности приносит деньги зачастую прям сложно воспринимается а не связано ли это с тем что просто аналитики не очень хорошие пока в индустрии ну то есть опять же есть же какие-то вещи как ну глобально ну как контрольная группа например которые ну это инкрементальный эффект который можно там условно вырубить и там на этом замерить результат это просто вообще не используют либо просто этим данным не верят и то что о боже мой инкрементальный эффект все это брехня мне кажется просто не понимают все равно ну то есть мы прям приводили там примеры о том что вот вас не знаю ваша активная аудитория которая ходит постоянно которую мы не трогаем никак они там действительно просто на базовых условиях программы лояльности держатся как-то живут вот те кого мы привели ну то есть они перестали ходить мы что-то на них направили какой-то триггер какую-то компанию и они соответственно вернулись то есть и даже в этом срезе в этом разрезе скажем так в этой аналитике сложно воспринимать кажется что все равно мы только теряем мы не зарабатываем поэтому вот так но и в целом сером маркетинг правда в ресторанном бизнесе только последние пару лет начал появляться начало формироваться представление об этом если говорить про какой-то общий пласт ресторанов если говорить про федеральных игроков либо там просто про крупные сети то у них есть понимание что такое сером маркетинг что такое сером маркетинг директ ну прямые коммуникации вот у них уже сложилось понимание они знают что анализировать как анализировать и там нет вопросов ну то есть сейчас сером маркетинг как он только зарождается он на стадии зрелости когда год к году прирастает в индустрии либо он ну полоток как я понимаю еще нет то есть там еще и расти-расти еще расти-расти ну сейчас это уже как оно прям активный рост или только зарождается наверное ближе к активному росту, потому что сейчас уже начинает формироваться понимание, что каждый гость, который, например, даже просто бронирует столик, он остаётся в клиентской базе, а, соответственно, мы знаем его дату рождения, мы можем его поздравить, мы можем уже что-то с ним сделать, то есть вот так вот через очень базовые потребности начинает формироваться представление. Можешь ли что-то ещё добавить про открытие, делали ли ещё что-то, чтобы открытия были более успешны, может быть, каких-то новых гипотез, которые протестировали, и это дало эффект? Да, мы уже второе открытие делаем с партнёром, и вообще коллабы — это классный пуш вообще любого специального, либо мероприятия, либо специального продукта, который вы выпускаете, либо просто сделать коллаб с продуктом, тоже сейчас в тренде, очень многие к этому обращаются. Кто-то бездумно, и мне не очень нравится, когда, знаешь, сейчас очень популярно стало в ресторанном бизнесе, ну, я думаю, многие это заметили, делать коллабы с косметикой. Я не замечал. Максимальным, мы максимальным ресёрчим, мы очень часто сейчас видим, то есть кто-то у кого-то получилось, и начинается примерно коллаб такой. Сделал специальный напиток, либо специальный десерт, либо специальное меню, взял меню, получил, взял блюдо из меню, получил... Ой, я, кстати, с фэшном, с каким-то такое видел. Получил какой-то сэмпл или тревел и так далее. Очень многие вообще бездумно, то есть никак не мы, никак этот коллаб не матчится по смыслу с брендами. Мне вот это не нравится, очень важно. А что вы сделали? Мы что сделали? Мы взяли самого крупного партнёра, и вообще, конечно, я всем желаю и рекомендую обращаться к крупным партнёрам, потому что обменяться аудиторией класс, ну, с тем, с кем ты на одном уровне. А другое дело взять на себя ценность и силу другого бренда более крупнее, чем тебе, ну, чем ты. Мы заколлабили с золотым яблоком, у нас были такие оригами, после каждого двух тысяч в чеке гость мог поучаствовать в розыгрыше полноразмерных призов в косметике. Это вы на 8 марта делали? На открытие пятницкое. А, на открытие, то есть это не гендерные праздники были? На гендерные праздники там немножко совсем другое было. Мы специально этого партнёра, крупного партнёра, оставили на запуск пятницкой. Самое главное, мы ещё и после недели открытия сделали, потому что на старте изначально очень большой поток. Вот. И плюс у нас ещё остался наш промокод, который гости могли применить у золотого яблока для дополнительной скидки. Промокод, который вы давали на золотое яблоко, я пытаюсь понять механику, это было условно для новых клиентов, для них работало? Нет, нет, нет. Для тех, кто уже был. Но сейчас вообще золотому яблоку не знаю, какой резон делать спешлы, потому что, по сути, золотой яблоко знают все. Каждый. То есть новая аудитория, привлечь, ну, им сложно. Каждый наш гость знает, что такое золотое яблоко. Но обратить внимание на какой-то продукт, да, у золотого яблока, что же свои интересы и свои рекламодатели. Ну, поэтому им важно подсветить, подсветить новую линейку. Мы очень круто с ними сметчились год назад. Тогда было продуктов, которые они нам дали на открытие Кук, было раз в 10 больше, чем сейчас на Джипан. Мы их раздавали целый месяц. И это, конечно, огромное внимание привлекло к нашему бренду. А это был первый запуск, это был наш вообще первый проект. Новый бренд, по сути, мы вводили на рынок. И поэтому такой коллаб нам дал возможность очень громко о себе заявить с самого старта. Слушай, здорово про коллаборацию. Это интересно. И главное, чтобы, как ты сказал, это органично как-то подходило и к концепции, к событию, которое есть. Смысл. Ты чуть раньше упомянул то, что одно из вариантов продвижения — это какое-то позиционирование ресторанов в плане местоположения. А можешь уточнить, о чём это было? Да, но смотрите, есть такой момент, что ты вот, например, возьмём какой-то город. И даже если ты в этом городе присутствуешь со своими ресторанами, может быть ситуация, что твои рестораны находятся не на самом видном месте. Ну, условно, например, не знаю, там на фудкартах в каком-то торговом центре. И гости, ну, они просто не знают, например, про твой бренд. Есть такой момент, что как бы если у тебя может быть ресторан в топовом месте, в самом проходном, просто все начинают, ну, как бы как минимум все знают в этом городе про то, про этот бренд. Не знаю, к примеру, Burger King или про там какой-то другой. Есть конкретные ситуации, когда мы, например, можем проигрывать по доле рынка в конкретном городе просто из-за того, что мы, гости не знают нас. То есть мы занимаем там не ту долю, которой должны. Ну, или меньше, чем наша средняя доля, там, не знаю, по стороне, например. И один из факторов, то, что мы можем не присутствовать в самых топовых локациях. Естественно, в топовой локации там могут быть другая экономика, потому что ты больше платишь там за размещение, за аренду. Вот такой момент. Ну, то есть получается, логика какая? Для того, чтобы развиться в каком-то локальном регионе, ну, там, неважно, город или еще что-то, более, может, узкий там район и так далее, иногда выгодно открыть какую-то точку в более проходном и имиджевом месте. Пусть она будет менее, ну, с меньшей маржинальностью, экономика будет у этой точки хуже, но само присутствие подстегнет продажи в точках, которые находятся в целом в этом, в этой зоне. Ну, да. Ну, выгодно, невыгодно, это всегда бизнес-модель считается, вот, но то, что это один из факторов, это да. Слушай, а что можешь еще посоветовать, например, компаниям? Ну, вот мы возьмем, опять же, больше там рестораны, там, скорее сетевые, больше ближе к быстрому питанию, которые там развиваются, там, средней, малой франшизы, там, не знаю, там, 30-60 каких-то точек в каком-то регионе, вот, для того, чтобы увеличить продажи. У них нету, там, экранов, у них нет таких бюджетов, как у вас и так далее, но при этом, там, кажется, у тебя есть экспертиза именно вот в развитии таких бизнесов. Что можешь посоветовать? Не, на самом деле мы тоже же пробуем, как бы, какие-то места прокачать. У нас это называется, там, локальный маркетинг, когда ты в конкретной локации начинаешь раскачивать продажи. Вот, и это может быть интернет-реклама, это могут быть инвестиции в агрегаторы те же самые. Когда ты в конкретном городе, то есть, как работает там федеральный, то есть, ты совокупно тратишь, там, не знаю, определенные инвестиции в целом по стране, но конкретный игрок может в конкретном городе вложить чуть больше, вот, и ты даже, вот, там, не знаю, у агрегаторов можешь подняться в списке, вот, или же ты можешь сделать, там, какие-то листовки, ты можешь в каких-то местных газетах, радио и так далее. Все то, что распространяется на конкретную аудиторию. Ты можешь договориться с каким-то ритейлом о совместном обмене, условно, не знаю, приходишь в барбершоп или, там, в парикмахерскую, у тебя, там, есть сообщение, приходи в ресторан, там, с каким-то купоном, возможно, вот. Те же листовки в почтовый ящик, или... Это работает еще? Ну, местами работает, вот. Вот, на удивление, да, это, это есть такое. Поэтому зависит от конкретного города, там, любая команда маркетинга может понимать, где что в этом регионе лучше срабатывает, ну, или можно просто поэкспериментировать, вложив, как бы, на сих небольшие суммы. А подходит ли, ну, я слышал этот подход в том, что, опять же, сегментировать, опять же... Полно, да. Сегментация, опять же, там, присутствие, то есть, окей, мы хотим продвинуться конкретно в этом городе. Где, там, условно, центр города? Ты даже можешь обыграть федерального игрока, как бы, используя не, там, какие-то массовые вещи, типа телевизора, а локальные. Ну, бюджетный телевизор, условно, не у каждого игрока будет. Вот именно. Ключевое то, что тут ты лучше понимаешь, можешь лучше понять ту аудиторию, на которой ты фокусируешься, когда ты более маленький, когда ты узко представлен. Даже если ты представлен, не знаю, в каком-то не городе даже, а просто, ну, там, районе, условно. У тебя там несколько точек, и там где-то покрытие делаешь. Ты лучше понимаешь, что за район, условно, что там люди за люди живут, какая логистика этого района, и как-то там продвинуться, именно понимая точечно эту аудиторию. Сейчас еще подумал, что, наверное, это работает и не только с географией, когда ты район и так далее, а ты можешь понимать то, что ты хочешь на какую-то конкретную аудиторию поднять проникновение. Это либо соцтем какой-то, либо какие-то условные субкультуры, либо что угодно еще. Ну, и суперпродукт еще, как бы, то есть вот, ну, то есть качество продукта, которое полностью обыгрывает всех конкурентов. Не знаю, там есть вот в Москве, там чай, пимс. Ну, это, естественно, очень там сегментированный такой продукт на определенную аудиторию. Ну, условно, в этой аудитории, хотя там этих точек, там, не знаю, считанные единицы, несколько штук, но про этот чай там знают почти все, условно. Все, кому надо. Да, да, да. Конкретно в этой аудитории знают многие, вот, просто за счет качества. То есть через... И эксклюзивность этого продукта, что, как бы, ты его не можешь там попробовать, условно, в другом месте. Держать, конечно. А если вот говорить уже там, ну, чуть давай помечтаем или подумаем, как ты думаешь, вот, вернуться в ресторанную индустрию, какое оно будет там через 5-10 лет? Куда это движется? Что будет с мультисенсорным подходом дальше? Он будет развиваться, там, академически становится меньше, либо, наоборот, больше станет вот такого мультисенсорного идеологических штук в брендах, либо, наоборот, маркетплейсы всех поглотят и так далее, и вообще все будет бездушная машина. Что-то будущая сфера меня, честно говоря, страшит, потому что мы видим уже, как истории с простой, понятной едой, помните, было модно так говорить, комфорт-фуд, они теряют свою силу, и как раз вот агрегаторы, доставка, маркетплейсы эту историю очень сильно отжирают. И, наверное, фантазируя от будущего, у нас всего останется две категории ресторанов. Это просто фастфуд, такое ежедневное наше хрючево-функциональное чисто, и большие рестораны для чувствующих, думающих, очень погруженных. А большие — это обязательно что-то прям такая большая, прям ресторан-ресторан? Дорогие, конечно. Рестораны как театр. Мы сейчас можем смотреть их за рождение. Красота, White Rabbit Family, да? Это диджитал-театр, в который ты не идешь как в ресторан. Ну смотри, а если человек не может себе позволить... Ну то есть мы живем в России, у нас есть категория людей, которые могут позволить себе там дорогие рестораны, а есть категория людей, которые хотят, да, там каких-то эмоций получить, им нужно тоже третье место, но они, ну там, они не пойдут, например, в топовый проект, там, я не знаю, там, White Rabbit Family, Новиковый и так далее. Что с ними будет? Они только через лавку будут, смогут еду себе заказать. А я не знаю, будет ли до лавка, да? На какой им интересный период отрезок фотографии? Пять-десять? Десять, не знаю. Пять, ну у нас же развивается вот эта вся история с метавселенными, цифровым пространством. Очень много есть всяких статей, пугающих исследований, что условно будут таблетки, знаешь, какие-то, или капсулы, заменяющие еду. И даже для многих сейчас совершенно эмоциональная привязка. Мы идем куда-то есть, общаться, книжку читать, да, во время еды. Мы идем не поесть функционально, мы идем сфоткать еду в Инстаграм и показать другому своей вот этой группе социальной, на которой хотим быть похожи, что вот я пришел в это место, которое открылось два дня назад, я здесь уже побывала, зачекинился. А еда конфуция может реализована быть в витаминке. Будет разделение там, если мы говорим про фуд-индустрию, то, что более функционально, это как там хрючево. И второе, это про вот как раз станет их меньше, таких концептуальных, бутиковых как раз там ресторанов. Да, и очень страшно, что такие, как мой Лим, которые, знаешь, такие, не знаю, сырники с кучей сметаны или, понятные, пашот и бенедикты, вот это вот, что его и вообще не станет, потому что, ну, мы видим, да, вот этот вот контекст. Что нужно сделать вам, что вы будете делать для того, чтобы остаться, либо если уйти, то последним и хлопнуть дверью? Искать новые формы, чем кроме еды быть интересным. Это же связано не только с потребностью там, да, функциональной или наоборот, какой-то там сильной этикой эстетической, связанной с тем, что происходит в обществе, связанной там с экономической ситуацией, что, да, что у нас очень сильно вот этот социальный разрыв между группами увеличивается, и человек или может себе позволить недорогую еду функциональную, или человеку в целом плевать, он идет вот в этот диджитал-театр и покупает себе билет за два месяца. А простая еда у нас уходит в прекрасные лавки и маркетплейсы. Хорошо, ну то есть, что вы делаете? Вы, по сути, вот у вас есть ваше комьюнити, есть люди, вот человечка, которого вы можете нарисовать про своего гостя, и вы думаете, опять же, что ему еще может быть интересно, вот будучи таким человечком, уходя условно в другие категории. Да, что если не еда? Какая повседневность у человека? Он же не только ест и спит. А что-то еще, но зато любит велосипед. Да. Слушай, это сложный вопрос. Я знаю, что будет у меня в отделе через пять лет, и в нашей компании. Мы уже станем довольно крупным холдингом, если будем идти теми шагами, которые запланированы. Как меняется индустрия? Не знаю, маркетство? Слушай, мне все-таки кажется, что она, маркетинговые процессы сто процентов трансформируются. Куда? Они сейчас даже, вот, например, кажется, да, я очень люблю цифры. У меня аналитика, цифровка практически каждого шага в моих подразделениях. Но я все больше убеждаюсь, из чего мы начинали, мы туда же и приходим, что вот сейчас за коммуникацией, за каким-то человеческим отношением к клиенту, к гостю будущее. Почему? Потому что вот вся цифровизация, это круто, но сейчас гость становится очень образованным, в том числе и в маркетинге. Очень сложно кого-то обмануть и так далее любыми механиками, да, многие реагируют, это круто. Но вот это человеческое общение, как мы даже сейчас понимаем, намного ценнее становится. И мне кажется, вот этот баланс цифровизации и вот этой жизни, да, вот этой эмпатии, этого больше человечности в коммуникации, в том числе и маркетинговой коммуникации, это как раз будущее. Не связано ли это с тем, что люди приходят в какие-то в оффлайн меньше, и потому что появляются агрегаты, появляется доставка и так далее, и люди приходят в оффлайн как раз больше за общением. 100%. То есть раньше, условно, еще приходили чаще там просто поесть, то есть сейчас часть людей, которые хотели просто поесть, заказывать доставку, причем уже там откуда почти угодно, через агрегатор, через удобный сервис и так далее. А при этом приходят в оффлайн, опять же, именно за какими-то эмоциями, за сервисом, за впечатлениями. 100%. И ты заметил, что посещение как минимум один раз в день ресторана, кафе, кофейни и так далее, это уже как часть городского маршрута. У многих. Да. То есть это уже как часть какого-то плана на день. Поэтому, да, конечно, 100%. это живое общение, это эмоции, это... Ну, где ты проведешь, если только там погуляв, не знаю, в парке, провести время в кафе, это, ну, отличный, отличный способ для, не знаю, обмена информацией за неделю, например, если ты в субботу, воскресенье идешь. Это встреча с людьми, это практически под каждый повод подходит. Поэтому такой универсальный инструмент для встречи оффлайн. Окей. Ну, я, наверное, выделил бы два ключевых тренда. Первое, это вот сейчас у нас произошла уже революция, там, цифровизация заказа. Не знаю, вы в курсе, в России, наверное, сейчас огромный дефицит ресурсов человеческих. Ну, то есть это там не только в Бургер Кинге, это там взять многие отрасли, то есть простым языком не хватает людей для того, чтобы исполнить тот спрос, который есть. Вот. У нас точно так же. И есть момент, что как бы ну, какие-то операции должны автоматизироваться. И есть такой момент, что надо автоматизировать вот какой-то ручной труб. И сейчас в моменте нет еще про что я говорю. Это автоматизация приготовления заказа. То есть автоматизация процессов. Да, не только в России этот момент пошел, не знаю, там, если посмотреть, например, Starbucks, у них раньше было позиционирование, что у них бариста готовит кофе, вот, и условно, ну, они сделали такую кофейню по всему миру, но по единым стандартам, но с баристой. Типа, это как бы сделано вручную. Если посмотреть на стратегию Starbucks'а сейчас, на ближайшее время, то у них происходит трансформация, у них уже больше, по-моему, 60-70 процентов заказов. Это не кофе американок, где ты можешь прочувствовать вкус кофе, а это кофейные напитки, раф, латте, капучино и так далее. И они вот этот процесс начинают уже как бы автоматизировать приготовление. То есть уже не рожковые кофемашины, а автоматизации? Ну, там начинаются моменты для того, чтобы ускорить заказ и пропускать. Вы можете посмотреть в стратегии самой компании. Понятно, что не будет там полной автоматизации. Не так, что робот будет полностью приготовить картошку или бургеры или напитки, какие-то. Но какие-то элементы автоматизации, они 100% будут. Сейчас нету каких-то лидеров в этом и даже нету еще полноценных решений. Но то, что об этом уже задумываются, это факт. Некоторые компании уже начинают первые попытки. Если посмотреть, например, тот же Макдональдс, у них уже если раньше перемещение заказа делал человек, то там есть уже немало ресторанов, где у них такая работает лента, ты прикрепляешь заказ, но в пакете, и он едет в определенное место. То есть оптимизация, ну просто тупо меньше времени уходит на заказ, меньше человеку нужно пройти пространства, уходит на какие-то этапы в приготовлении заказа. Это первый тренд, точно как бы быстрого прорыва в этом не будет, потому что нету готовых решений. Второй момент, даже наверное будет и третий, второй момент это развитие доставки, что я имею ввиду, у нас сейчас в России меньше 20% доставка. Если посмотреть на другие страны, то доставка занимает где-то даже 60-70%. Даже наши соседи, соседи с нашей страны, у них доля доставки выше, чем в России. Поэтому в Арабских Эмиратах и в более крупных странах доля доставки может 40-50-60%. Там зависит. Поэтому это один из трендов. Доставка развивается быстрее, темп роста доставки выше, чем темп роста еды, как отрасли. Поэтому отрасль растет за счет доставки. Растет на единицы процентов, доставка растет десятками процентов. Поэтому доставка будет в России расти, доля доставки, и будет трансформация всего. Лейаут, расположение ресторана, как сети подходят к этому, через кого они продают. То есть в какой-то момент Burger King возможно будет открывать дарксторы для доставки? Возможно, возможно, не знаю. Третий момент, я в начале встречи рассказывал, что когда я приходил, Burger King был не персонализирован. То есть мы не знали, кто-то заказал, чек есть, там 400 рублей, все, кто это, не знает. На текущий момент уже больше половины заказов у нас с авторизацией, мы понимаем этого гостя, и в ближайшие там пару лет большинство заказов, то есть в ритейле, в России, даже в России, если возьмем за скобки еду, но в ритейле бенчмарк 80%. Вот. Там это даже пятерочка, там магнит, лента и так далее. В какой-то момент то же самое произойдет и в QSR. поэтому начнется персонализация. Под персонализацией я понимаю сразу несколько вещей, как бы, это то, что мы предлагаем гостю, как мы оцениваем, как, какой интерфейс видит гость, когда заходит, видит ли он там все меню, какие блюда подсвечиваются ему, и тут начнутся изменения. Ты имеешь в виду то, что если человек, например, склонен покупать один и тот же набор продуктов, в первую очередь приоритет будет один и тот же набор продуктов, плюс какой-то там потенциальный новый продукт, например, который вы именно понимаете, под эту аудиторию подходит. Ну, будет уход, даже вот Дода в своей стратегии рассказывает, что они уходят от масс-прома к персональным промо. Поэтому это вот третий тренд персонализации. Наверное, так и будет в каком-то, возможно, соотношении 50 на 50, может быть, у агрегаторов больше, потому что рестораны бизнес развиваются каждый день, каждый день открываются какие-то новые заведения, и они будут приходить, тестировать доставку через агрегаторов, просто потому, что им это проще в данный момент времени. И не все хотят создавать какие-то сети с точки зрения развития бизнеса. Может быть, там 2-3 локации, им этого достаточно. Соответственно, на 2-3 локации собственную доставку, но это достаточно дорого. Поэтому агрегаторы все равно будут иметь место. Сейчас начинается, скажем так, новый виток именно с точки зрения работы агрегаторов, развития агрегаторов, потому что появляются новые игроки, кто-то старается уже с точки зрения маркетинга захватывать клиентов, раньше они больше на каких-то финансовых условиях игрались, а сейчас уже какие-то дополнительные услуги начинают появляться. А о чем ты, например? Какие-то коллаборации, например, если не ошибаюсь, у Сбермаркета доставки с фаршем была какая-то коллаборация. У Яндекса, например, с Андерсоном на Пасху была коллаборация, они там какие-то желтые куличи выпекали, и вот такими вещами, соответственно, они отхватывают определенную себе аудиторию. У рестораторов есть идеальная мечта, идеальная картинка мира, что, если мы говорим именно с точки зрения программы лояльности, что каждый гость, который заходит в ресторан, вот он сразу идентифицируется, не знаю, по видеокамере, по еще чему-нибудь, и тогда у официанта появляется полностью профиль клиента, видит все предыдущие покупки, все предыдущие там любимые блюда какие-то, и сразу же приходит с готовым предложением вам, как в прошлый раз, и тогда как будто бы ресторан в этом случае выигрывает из-за такого сверхсервиса, но это очень сложно реализовать. Ну, то есть тут картинка будущего больше выглядит не про какой-то там, опять же, операционный маркетинг, который, ну, там, системно что-то работает, а это, по сути, как возможность дать дополнительный сервис для гостей, которые пришли, и, по сути, с которыми будет работать дальше официант. Да, потому что в ресторанном бизнесе очень высокая текучка, именно среди линейного персонала. И, соответственно, вот, чтобы туда не вкладываться, заниматься какими-то, наверное, другими вещами, возможно, более глубокими, более осмысленными, масштабировать бизнес, вот хочется вот этот человеческий фактор снять каким-то образом. И поэтому, когда с рестораторами разговариваешь на тему программ лояльности, все в один голос говорят о том, что они хотели бы идентифицировать, распознавать своего гостя сразу, чтобы сразу появлялось ли его предпочтение, сразу знали, что, как, и не важно, кто у тебя стажер первый день, либо официант, который 10 лет работает. А как это измерять? В каком плане измерять? Ну вот, условно, эта процедура достаточно сложная и операционная, и технически, условно, не знаю, распознавание по лицу и так далее. То есть это какие-то определенные вложения. Как понять, это окупается либо нет бизнесу? Так просто замерять дальше, как меняется клиентское поведение после внедрения данного функционала. Ну так оно же само может меняться. Да, само может меняться, но все равно, когда ты начинаешь давать это как уже базовый уровень сервиса, соответственно, человек принимает и меняется в целом его, скажем так, формат потребления. Он приходит, потому что здесь уже все у него знают, все за него решили, ему могут, возможно, даже заранее приготовить какие-то блюда, потому что четко знают, что он приходит именно в это время, в такие-то дни. Пожалуйста, его столик любимый готов, не нужно ждать и не нужно даже бронировать. Ну то есть это прям новый виток, наверное, даже с точки зрения развития ресторанного бизнеса, ну потому что все упрощается как будто бы и звучит достаточно футуристично и фантастично, на мой взгляд. Ты сейчас упомянула историю про то, что человек заранее бронирует, ему даже уже что-то начинает готовиться и так далее. А это не про мниканальность ли? То есть условно у каждого ресторана есть, опять же, ну либо по трубке по телефону, либо приложение, либо какой-то чат-бот, с помощью которого, опять же, клиент может, опять же, заранее выбрать забронировать столик или посмотреть, свободен ли его любимый столик на такое-то время и, может быть, выбрать соседнее, ну там один другой день пойти в эту концепцию, либо что-то заказать, чтобы на месте оплатить. Вот туда же это идет? Да, это приблизительно туда, но суть в том, что мы сталкиваемся с IT-инфраструктурой ресторанного бизнеса. То есть раньше системы бронирования существовали отдельно, ну максимум забирали информацию из кассовой системы, и, соответственно, там мэчили между собой, что был такой-то факт покупки, но что он в себе содержал? Нет. Потому что здесь работала схема с агрегаторами, соответственно, они забирали свою комиссию, и так строился, развивался бизнес. Теперь же, когда у нас появилось некое осмысление того, что это наша клиентская база, с которой мы можем работать, да, формируется понимание о том, что когда гость позвонил, хочется уже назвать его по имени, хочется уже представить, ну как бы обратиться к нему сразу по имени, сказать о том, что вы придете в такие-то дни, или там у вас скоро день рождения, вам будет доступно такое-то персональное предложение, немножечко предугадать, предвосхитить его ожидания. Ну а далее, когда гость бронирует какой-то столик, то, соответственно, у нас, у хостеса, либо у официанта появляется информация о том, что, опять же, вот такие-то предпочтения у гостя, либо там он на такой-то средний чек может частенько сидеть, соответственно, можно ему предлагать те или иные блюда для апсела. А не идет ли это в разрез какой-то идеологии в том, что люди приходят в ресторан за сервисом, и вот этот процесс выявления потребностей вначале, какой столик, вот это общение, заказы блюда не заранее, а именно на месте, процесс выбора, взаимодействия с меню, которые тоже там разные, концептуальные, то, что люди не будут заранее это делать, потому что они приходят тупо для того, чтобы это сделать прямо на месте. По-разному. Это будет разная аудитория, то есть обязательно сформируется тот костяк, которому это будет комфортно, потому что вообще, если абстрагироваться от маркетинга, есть такая теория, что сейчас время идет немножечко иначе, что оно ускорилось, и в часах у нас не 24 часа, а чуть поменьше. Соответственно, мы хотим экономить на всем, ну, то есть экономим время на поездку, переезжаем ближе к месту работы, экономим время на какую-то работу, автоматизируя эту работу. Здесь тот же самый момент. Мы хотим сэкономить время, которое мы тратим на то, чтобы выбрать блюдо. И, скорее всего, даже будет меняться, ну, на мой взгляд, абсолютно субъективный, в какой-то момент будет меняться паттерн поведения, паттерн выбора у человека. То есть будет больше консерваторов, те, кто будет есть, приблизительно один и тот же набор блюд, просто потому что они не хотят выбирать, потому что они устают от этого выбора бесконечного. И как бы где-то, в какой-то момент, скорее всего, произойдёт это сужение. Но, скорее всего, как эти не консерваторы, а новаторы останутся, и они будут уже следующего поколения, потому что они ещё, так сказать, открывают для себя всю жизнь, всё пробуют, открыты новому, впечатлением, и им интересно, у них есть вот эта жажда. А вот другое поколение, оно больше будет консерватизмус приходить. Поэтому, если мы автоматизируем вот этот их приход, скажем так, в ресторан, будем предугадывать, что они хотят, в какие дни и тому подобное, то, скорее всего, получим хорошую конверсию, хороший выхлоп. Ну, по сути, это про, в том числе, какую-то персонализацию. Для кого-то это одно, для кого-то другое. И в итоге всё сводится, опять же, к персональному подходу. Неважно, на уровне официанта, когда гость уже там сел за столик, на уровне хостес, когда он пришёл, либо на уровне какой-то IT-технологии, когда человек ещё, не знаю, либо бронирует стол, либо там проверяет часы работы интересующего бара или ресторана. Ну, это как и амниканальность. То есть, задача бизнеса предоставить все условия, все площадки, а дальше аудитория разделится, кому что комфортно. Будут ли они там, не знаю, читать рассылки в e-mail, либо сидеть в чат-боте, здесь то же самое. Все распределятся. Кто-то будет до сих пор там оставаться, бронировать столик через звонок, а кто-то будет такой, нет, пожалуйста, не звоните, не перезванивайте, ничего не подтверждайте, я вам написал, этого достаточно. Ну, то есть. Хорошо. Ира, спасибо большое то, что сегодня к нам пришла, рассказала, как у вас все устроено. Надеюсь, скоро поведаемся уже в новых концепциях, которые вы откроете. Спасибо большое, что пригласили. Мне было очень приятно пообщаться с вами. Спасибо большое. Спасибо за приглашение. Спасибо тебе большое то, что с нами сегодня была. Спасибо. Если вы хотите послушать полные версии интервью с каждым из героев, переходите на подкаст платформы, ссылки в описании. А если у вас остались вопросы или комментарии, обязательно напишите нам. Контакты для связи также найдете в описании. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok